Встреча в Дзержинске прошла на высоких скоростях. Распечатать ворота саровчан хозяевам льда удалось практически сразу после стартового свистка арбитра. Весь период хоккейный клуб «Саров Инвест» старался отыграться, но забить ответную шайбу так и не удалось. На перерыв команды отправились о счетом 1-0 в пользу Дзержинского «Урана». Игра достойная лиги. Команды бьются, стараются ребята. Сезон удался. Открытие. Сезон хороший, молодцы. Смотрим совсем, нравится очень. Замечательная, интересная игра. Наверное, старт сезона. Болельщики уже привыкли смотреть. Во втором периоде наши спортсмены пропустили еще две шайбы, а в третьем игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» собрались силами и сравняли счет на табло. Основное время матча закончилось с ничьей 3-3. Но зрители не спешили расходиться. Впереди любителей хоккея ждал овертайм. Очень хорошая команда. Цепкая, вязкая команда. У них много молодых ребят. Заслуженно они стали чемпионами первой лиги в прошлом году. Поэтому будет очень тяжело с ними играть. Но тем будет интереснее хоккей. В первой игре высшей лиги чемпионата области нашей команде достался серьезный соперник. В прошлом сезоне команда «Уран» стала победителем турнира. Несмотря на это, саровчане были настроены решительно и до последнего старались завоевать победу. Но удаление нашего игрока на финальных секундах овертайма сыграло на руку спортсменов из Дзержинска. Игра завершилась со счетом 4-3. Матч открытия показал, что в этой лиге уже не будет такого, как в том году. То есть 20-30, 15. Нет, здесь все будет на зубах, здесь все будет на нервах. Кто сильнее эмоционально, кто физически развит, быстрее подготовлен на данный момент, тому и придет. Вот результат показал. Не хватило 11 секунд, где-то недоработали, где-то эмоции перехлестнули. Следующий матч хоккейный клуб «Саров Инвест» проведет 17 ноября. Спортсмены примут на своем льду команду из Павлова. Начало встречи в 13.00. Приходите поддержать саровскую команду. Также следить за икрой можно будет в онлайн-режиме в официальной группе хоккейного клуба «Саров Инвест» ВКонтакте.